Я поздравляю всех нас с началом этой конференции. Я буду говорить, немножко поглядывая в бумажку, но это потому, что я волнуюсь, и мне сейчас будет сложно сосредоточиться. Пока я не разговаривалась. Но я правда хочу сказать, что то, что я сейчас буду говорить, это такие слова от сердца, несмотря на то, что я буду смотреть туда в бумажку. Во-первых, я бы хотела начать со слов благодарности. Со слов благодарности, прежде всего, команде, которая работала над организацией этой конференции. И прежде всего Ире, Ирине Долутовой. Это наш партнер, организатор сервиса, который мы делаем. И вообще, если бы не Ирина желание делать эту конференцию, и я такая сильная воля к тому, чтобы это все состоялось, я думаю, что мы бы это не сделали. Команде, которая работала над организацией Юли, Стаси, Инне, которая еще не с нами, но присоединится. И волонтерам, которые буквально сегодня к нам присоединились для того, чтобы помогать нам с регистрацией. Правда, мы сделали, мне кажется, большую работу, чтобы это все произошло, чтобы это было удобно, чтобы это было хорошо. И, конечно, этому месту тоже мы благодарны за такую возможность быть здесь. А кому еще? Ольге, нашему переводчику. Без нее нам будет очень-очень сложно. И Оля вместе с нами на многих событиях наших бывает и помогает нам всегда с переводом. И это тоже делает для нас ситуацию общения более легкой. Фондам, которые поддержали эту конференцию, я тоже очень благодарна. Благодарна Абсолют помощи, которые поддержал вообще концепцию, которые поддержал идею, потому что заинтересован и выражает такое тоже желание развития именно системной помощи для детей и для семей, где растут дети с особенностями развития. Не только помощи конкретным случаям, а именно развития системы помощи для всего этого сообщества, детей, семей и ближайшего окружения. А фонду ССС, который совсем недавно присоединился к организации этой конференции, который поддержал приезд региональных участников. И благодаря этому у нас есть участники из Тюмени, Читы, Пскова, из Костромы. Кого не перечислило, простите, есть еще кто-то из каких-то городов, я, может, не все запомнила. В общем, здорово, что вы с нами. Я надеюсь, что кто-то с нами тоже будет завтра из вас. Я видела по списку, но не помню, кто конкретно. И это здорово. Мы очень хотим, чтобы такие современные, хорошие практики продвигались, сотрудничающие практики продвигались не только в больших городах, а чтобы все это было по всей стране, эта помощь была доступной, эта помощь была качественной для семей. Конечно, я благодарна родителям, с которыми мы работаем, много лет работаем. Работаем мы как партнеры, работаем в те моменты, когда они обращаются к нам за консультациями. Вообще, огромное спасибо всем родителям за возможность быть вместе много лет или на очень короткий период, за возможность обмениваться, знать друг друга, видеть семьи, делить какой-то общий опыт, думать вместе, развиваться. Это очень важно для нас, и для нас очень важно, чтобы сервисы, которые мы делали, они делались в партнерстве с родителями, чтобы их голос звучал. Конечно, специалистам мы надеемся, что все, кто пришел здесь, будут размышлять с нами в течение сегодняшнего дня, какие-то идеи привезет с собой в те места, где вы работаете. И сегодня тоже будете участвовать в дискуссиях. Я думаю, что это будет хороший день, я очень на это надеюсь. Спасибо вам, что вы пришли. Правда, погода нам помогает, уже не так хочется гулять, как это было вчера. Вчера казалось, что невозможно сидеть целый день на конференции, погода была прекрасная. Гостям нашим, которые очень быстро откликнулись, вообще Соня Мецлер и Мишель Макград, которые будут сегодня выступать, я их лично знаю, мы вообще знакомы совсем недавно, они очень быстро откликнулись на наши предложения, и все это так происходило быстро-быстро-быстро-быстро. Я думаю, что мы услышим интересные доклады, и вообще я буду рада, если у вас будет хорошее время здесь в Москве вместе с нами, и мы тоже будем иметь возможность делиться с вами какими-то размышлениями, знать, что думаете вы, рассказывать, что думаем мы. Вот этот опыт для нас тоже очень важен. Я также хочу сказать спасибо тем людям, которые нас познакомили с вами, и которые незримо за всем за этим присутствуют. В Австрии это доктор Герда Метта Кламер, которая нас познакомила с Соней Мецлер, Сара Филпс, которая нас познакомила с Мишель, и которые помогли состояться этому контакту. Я очень рада, что, и хочу тоже сказать огромное спасибо Ане Артамоновой, с которой мы вообще делаем вторую конференцию на эту тему, и которая является таким нашим, я могу сказать, долгосрочным, надежным, содержательным партнером, с которым можно размышлять, делать программу конференции, думать о дискуссии. Ее вклад, конечно, огромный. Большое спасибо, Аня. Катя, которая пришла, Екатерине Жарняк, которая пришла и тоже будет с нами, расскажет нам про то, что думает нарративная практика о помощи семьям, что она может предложить. Почему нарративная практика? Ну, во-первых, потому что я сама как-то разделяю вот этот пул идей, который есть в этом подходе, мне он симпатичен. Это с одной стороны, с другой стороны, вот я сейчас смотрю на такую волну как-то новую, вот я так ощущаю, что довольно много специалистов, которые работают в области помощи семьям, получают дополнительное обучение именно в нарративной терапии. А с другой стороны, нарративные практики готовы работать с этой категорией людей. Почему так? У меня такие два простых предположения. Во-первых, потому что нарративная практика думает о сотрудничестве и выстраивает такие очень поддерживающие взаимоотношения с клиентами. Это раз, даже не клиентами, а людьми, которые обращаются за консультацией, хотят такого разговора. Это во-первых. Во-вторых, потому что нарративная практика вообще думает о том, как можно помогать, что можно делать для людей, которые находятся в ситуации риска маргинализации. И понятно, что как раз сейчас в современной России семьи, где есть дети с нарушениями развития, они как раз в этой ровной зоне и находятся. Как сообщество в целом, как отдельные представители этого сообщества. Поэтому я думаю, что мы бы хотели больше познакомить людей с этими идеями, для того, чтобы они тоже могли как-то включить свои размышления. Я еще раз говорю всем здравствуйте и хорошие нам сегодня работы, полезные, новых идей и какого-то благословения. Спасибо. Спасибо.